Добрый день, мои уважаемые, любимые подписчики, гости моего канала. На канале Томата больше чем любовь Светлана Чернова. Я натура, конечно, очень увлекающаяся, люблю разные эксперименты. Первый раз в этом году я выращивала из семян лук. Вот хотела лук поднять как раз, какие у меня луковицы получились. Вот забыла все, что было, принесла семена у меня здесь. Лук поднять забыла. Но забыла-забыла, скажем о том, что есть, что получилось. Вот у меня вот этот лук, полученный из семян, это эксибишн. Почему я это сделала? Вот это мелкие, я их осенью собираюсь посадить. Самые мелкие зимой хранится жилу будет. Посмотрим. Ну вот подписчики писали, что они будут стрелковаться. Это вот весной посажу. Ну куда же их девать? Посмотрим, что из них получится. Крупные, конечно, я высаживать не собираюсь. Но, возможно, вот самые крупные вот такие получились. Естественно, они, может быть, и побольше бы выросли, но я их очень поздно посадила, посеяла. Почему? Очень много семян мне эксибишна привезли. Вот все равно осталось, потому что они схожесть быстро теряют. Поэтому я думаю, посажу, пусть будет все лук. Семена же как-то получают. Посмотрим, что получится. Покажем весной, осенью. Теперь, что у меня получилось. Ялтинский лук красный хорошо получился. Белый я не сеяла. Он был приобретен. У меня был белый был еще из семян. И желтый был. Вот, по-моему, это вот мелори был желтый. Тоже хорошо получились все из семян. Мне понравилось. Так, теперь я купила вот лук репчатый, бенита, гибрид, средне-ранний, от сходов до массового полегания и по желтению листьев. Выращивается в однолетней культуре из семян и в двулетней из севка. При высаживании, значит, севком 300 грамм будет, а из семян 90 грамм. Ну, 90 грамм, по-моему, тоже. Это неплохой лук. Но я так думаю, что его надо очень рано сеять. Ну, тут показывают, что в апреле надо сеять. На рассаду не показано. Через рассаду ли можно? Тут ничего не говорится. Ну, можно, естественно, вот одну через рассаду попробовать, а другую посеять в грунт. Так, луковицы круглой формы. Очень плотные, полуострого вкуса. Цвет, значит, сочный, белый внутри. Рекомендуете для употребления? Ну, естественно, как уж куда хочет, туда и употребляет. Для чего рекомендуется лук он? Лук от семи недуг. Вот, взяла я его. Это в этом году приобретение. Это в году у меня. Так, лук-шалот монастырский. Щедрый урожай, нежной зелени, отличный севок. И сочная аппетитная луковица на второй год. Новинка. У меня, конечно, этот лук-шалот был. Мне еще моя всю кровь выставляла. Много лет я его сажал. В конце концов, он выродился и пропал у меня. И я решила, семена увидела. Действительно, луковицы точно такие, как у меня были. Надо посадить, попробовать. Так, лук-батун у меня выродился тоже самое. Вот лук-батун взяла. Лук-батун, нежность и русский зимний. Вот. Лук-шнит, сиреневый звон. Шнит у меня есть. Он очень хороший, сразу ранней весной выходит. Я решила какой-то еще уголочек посадить. Вот новый. В прошлом году я его приобрела, не посадила. Для получения севка, штутгартен-дизен, это уж о нем не надо рассказывать. Популярный севок для выращивания лука-рибки. Решила сама попробовать сделать семена и посадить. Раньше, конечно, я севок всегда сама делала. Может быть, немного и ленилась. Надо начинать по новой, все самой возделать. Свои семена не всегда лучше. Будь то лук, будь то перец и все остальное. Все свое намного лучше. Ты уже знаешь, как его растил, как кормил, как поел. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Заранее спасибо. Пока-пока. Все.